Добрый вечер! На 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарков в этом выпуске. По травмпункту Волоком! Вы себя ведете неправильно. Дядя! Извините, мне уже это все тоже настало. У ребенок есть ребенок. У вашего ребенка. Еще у вас. Амичи шокированы неадекватным поведением матери, волочившей ребенка по полу. Следственный комитет начал проверку. Доходы Амичей не только бюджетников вырастут. Экономика может задышать только в том случае, если людям дать деньги. Как в регионе будут бороться с бедностью, а также с нерасторопностью чиновников. И чем займется новая структура в составе регионального правительства. Эксклюзивное интервью Александра Буркова сегодня на 12-м канале. Ради поддержки нашей сборной Амичи готовы на все. Мы все, конечно, снова за футбол. Заточный пас, за скорость и смекалку. И чтоб за нами был победный гол. Композитор Петр Козлов написал и спел песню о Мундиале, а омские маржи собираются бежать в Самару на матч Россию-Ругвай. 20 сортов пшеницы, устойчивых к засухе и болезням. Инновационные накладки, заживляющие ожоги. И новая техника для посевной. Разработки ученых Аграрного университета представили первому замминистра сельского хозяйства России Джамбулату Хатуову. Старейший вуз региона отмечает вековой юбилей. После золотого голоса Бабкиной Амичей ждет серебро. Какие звезды выступят на День города в этом году. И за баранкой с хвостатым напарником. По Омску ездит маршрутка с необычным экипажем. В отношении Амички, волочившей собственного ребенка по травмпункту, начал проверку следственный комитет. Таким образом, шокирующее поведение матери, скорее всего, не останется безнаказанным. Инцидент попал на видео и буквально взорвал местные паблики в соцсетях. Горожан шокировало, как женщина-скандалистка обращается со своей дочерью. Девочка не могла идти, у нее травма ноги. И мать потащила рыдающего ребенка по полу, заодно успевая переругиваться с другими пациентами. После того, как Амичка ушла, врачи сообщили в полицию о жестоком обращении с ребенком. Продолжит Никита Смирнов. Нетрадиционные методы воспитания демонстрирует неизвестная Амичка окружающему. Несмотря на уговор, она продолжает тащить своего ребенка по полу к выходу. У девочки подвернута нога за пять дней до инцидента другие медики наложили на поврежденный участок шину. По утверждению врачей, конфликт спровоцировала мама маленькой пациентки. После того, как последние сняли гипс для осмотра, женщина наотрез отказалась возвращать лангетку на место. По неизвестным причинам она в грубой форме, потребовала больше не вмешиваться в лечение дочери и попыталась уйти с плачущим ребенком. Такое агрессивное поведение сотрудника в больнице шокировало. Впрочем, второй участник конфликта, травматолог с 30-летним стажем Антонина Лагунова, даже оправдывает своего оппонента, ссылаясь на ее состояние. Скандалистка находится на последних месяцах беременности. Может быть, она устала, я не знаю. Может быть, у нее такая реакция. Может быть, как-то психологически ей тяжело, что она беременна еще и этот ребенок с гипсом. Из моего опыта, я думаю, что тут, конечно, нужна психологическая помощь. Ролик взорвало соцсети. У одних пользователей это видео вызвало шок, у других недоумение. Обсуждение продолжается уже вторые сутки. Представить страшно, что она со своей дочкой делает дома, когда никто не видит. Пусть накажут такую мамашу и ее войлоком потаскают за ручонки. Как же она хотела? Привела и сразу в кабинет зашла? Если ей нужно, так вызывай скорую, пойдешь без очереди. А так все сидят и ждут терпеливо. Есть у кого похуже боли. Теперь, чтобы разобраться в происходящем, женщину ищут следователей. К агрессивной амичке у правоохранителей появилось несколько вопросов. Следственные органы Следственного комитета России по Омской области организовали доследственную проверку. И сразу несколько вопросов находятся в поле зрения следователей. Это, во-первых, почему мама не дождалась оказания медицинской помощи дочери. Может быть, она длительное время находилась в очереди. Может быть, у нее нервы сдали по другим причинам, потому что, например, капризничал ребенок. И, соответственно, будет дана оценка ее поведению и при необходимости действиям других лиц, в том числе и по оказанию медицинской помощи. Подобные инциденты с неадекватным поведением родителей в Омске происходили и раньше. В июле 2016 года мячи заметили детей, которые голышом гуляли по карнизу магазина, что расположено на первом этаже пятиэтажного дома. На прогулку малыши выходили прямо из окна своей квартиры. В декабре того же года уже другая мячка систематически избивала и морила голодом свою семилетнюю дочь за четверки в школе, а также для мотивации, чтобы та достигала больших успехов в спорте. А в январе 2017 года пьяная сельчанка избила своего сына кочергой и выгнала на улицу в домашней одежде и без обуви за то, что он упрекнул мать в алкоголизме. На нее завели уголовное дело и изъяли ребенка. Та же участь может ждать и мать в скандалистскую стравпункта. По результатам доследственной проверки силовики будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Никита Смирнов, Тахмин Атынысовый, Владислав Осинцев, 12 канал. Александр Бурков дал большое эксклюзивное интервью 12 каналу, подробно ответив на многие актуальные вопросы. Какова логика принимаемых властью решений? Какие проблемы, прежде всего, беспокоят главу региона? Например, сенатор, министр и депутаты, главы районов и небольших сельских поселений теперь будут работать в единой команде. Новый стратегический губернаторский совет объединил чиновников разного уровня. Но зачем? Ведь в Омской области сегодня действует множество общественных советов. Нужен ли еще один? Самое главное, что туда должны войти представители депутатов, депутатского корпуса, поселков, от сел, глав районов, общественники. Все те люди, которые реально сегодня живут на земле и знают проблемы, проблемы граждан. Недавно вы встречались также с депутатами Госдумы, теми, кто представляет нашу Омскую область на федеральном уровне. Их тоже вы планируете привлекать к работе в этом совете? На самом деле мы уже депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации включили в процесс работы с федеральным центром по привлечению федеральных средств. Вы знаете, допустим, что депутат Галушка Андрей Иванович в свое время очень активно работал в сфере культуры и привлекал деньги на село по строительству кинотеатров. И сегодня надо использовать их опыт. Да, работает в сфере культуры сегодня, товарищ Галушка, он пускай привлекает и дальше, он это умеет. Какие проблемы нужно решать в первую очередь в Омске, районных центрах, небольших селах и деревнях подскажут люди и чиновники на местах. Именно им известны слабые стороны их территорий, где нужно построить дорогу, отремонтировать школу или оборудовать фармацевтический пункт. Все предложения и идеи будут обсуждаться оперативно и на самом высоком уровне. Для этого и создан Губернаторский совет. Более того, помимо контролирующих организаций следить за качеством, выполнение работ Александр Бурков предлагает жителям. Для этого откроют горячие линии, а в каждом районе создадут специальные структуры, куда будет можно сообщить о нарушениях. Сейчас важно, пояснил Бурков, не только привлекать как можно больше федеральных средств в регион, но и полноценно их осваивать, чтобы не повторять ошибки прошлых лет, когда миллионы рублей пришлось возвращать только из-за того, что чиновники попросту не успевали их тратить по назначению. Для меня это было тоже дико, когда мы по дорогам в области не смогли освоить миллиард рублей. Ну вот просто не успели подготовить документацию, не успели защитить проекты и предоставить это федеральный центр. Ну что, это нерасторопность чиновников? Кто виноват? В первую очередь нерасторопность чиновников, которые привыкли, ну, может быть, делать это спустя рукава. Мы также по прошлому году потеряли 300 миллионов рублей на строительство. Не была закончена поликлиника в городе Омске на левом берегу на тысячу посещений. И уже не первый год, да. Не был закончен театр «Галерка». Дальше, здание страхового общества «Саламандра», где должен размещаться сибирский эрмитаж, тоже не было сделано. Мы заплатили штрафы в федеральный бюджет. Это действительно нонсенс. Ну вот в этом году я убежден, что мы сейчас все-таки закончим и поликлинику, закончим и «Галерку». «Саламандра» уйдет у нас на 2019 год, как было в планах. Но мы освоим деньги. Освоим и федеральные средства, и областные. Еще одна важная задача новой структуры губернаторского совета – исполнять майские указы президента. Первоочередные – снизить уровень бедности в регионе, повысить заработные платы людей. Здесь речь не только о работниках бюджетной сферы, отметил Бурков, где у правительства области есть рычаги управления, но и о частных компаниях. Как вывести эту сферу из тени, сделать зарплаты белыми, но главное – достойными. Задача выполнимая, заверил глава региона. Действует нужно по закону. Мы говорим о подъеме экономическом. Не будет у людей денег, не будет никакого подъема. Экономика может задышать только в том случае, если людям дать денег. Поэтому рост зарплаты, он обеспечивает и экономический рост. Это все взаимозависимость. И поймите, сегодня другого выбора нет. Или мы оставляем деньги из сверхприбыли, полученные на территории области, здесь, так, на нашей земле. Или это уйдет через банковские счета, олигархи выкачают на запад. Итак, глава региона расставит акценты в большом эксклюзивном интервью 12-му каналу. Смотрите сразу после этого выпуска новостей. И сегодня стало известно, что глава региона подписал указ о дополнительной мере социальной поддержки, и он уже вступил в силу. Амичам, у которых рост платежей за коммунальные услуги превысил предельный индекс и выплатит компенсацию, право на получение выплат имеют жители области, у которых общая сумма квитанции за коммуналку в каждом месяце с января по июнь 2016 года увеличилась по отношению к размеру совокупной платы за коммунальные услуги в декабре 2015-го более чем на утвержденную величину предельного индекса. За компенсациями, чем могут обратиться в многофункциональные центры по месту жительства, подробную информацию о новой мере поддержки можно получить по телефону Единой справочной службы Минтруда 37409. Бессонная ночь ждет омских любителей футбола. Все внимание болельщиков сегодня приковано к Санкт-Петербургу. Сборная России сыграет здесь второй групповой матч со сборной Египта. Амичи могут посмотреть прямую трансляцию на стадионе «Красная звезда». Начало в полночь, как и в день открытия чемпионата. Сегодня здесь ожидается аншлаг. Российские футболисты обещают снова порадовать своих болельщиков, которые, к слову, этого достойны. Сейчас фанаты по всему миру демонстрируют необычные способы поддержки чемпионата. Не отстают и изобретательные мячи, и песню про футбол сложат, и на матч в другой город за пару тысяч километров от Омска сбегают. С эксцентричными болельщиками встретилась Татьяна Денисова. Одни рисуют огромные портреты Месси и Рамоса на фасадах домов и пекут стакилограммовый торт для сборной Египта. Другие записывают мотивирующие гимны. Без поддержки болельщиков чемпионат мира бы не состоялся. Многие российские и иностранные знаменитости специально к Мундиаль выпустили клипы. Среди них группа Ума Турман, певица Наталья Орейра. А рэпер Баст написал песню, которая всего за несколько дней турнира стала хитом. А вот омский композитор Петр Козлов не гонится за количеством просмотров и популярностью, но тоже с помощью творчества хочет быть на одной волне со всем миром. Он уже сочинял песни об авангарде, зимних играх в Сочи, эстафете Олимпийского огня. И вот придумал еще одну. «Мы за футбол». Мы все, конечно, снова за футбол. Заточный пас, за скорость и смекалку. И чтоб за нами был победный гол. Я хотел выразить в этой песне то содержание, которое звучало, так сказать, в нашем социуме, что у нас сильные футболисты, у нас хорошая команда, мы все-таки должны побеждать. Спорт мне близок. Когда я был школьником в средних классах, меня называли Пеле за то, что, играя на полянках, у меня никто не мог забрать мяч. Еще один вариант поддержки придумали омские моржи. На матч «Россия-Уругвай» в Самаре они не поедут, а побегут. За пять дней любителям здорового образа жизни предстоит преодолеть больше двух тысяч километров. Бежать будут днем, ночью поедут на автомобилях. На своем пути атлеты будут встречаться с болельщиками, которые будут посылать привет из сборной России. Первое послание сегодня передали омские футболисты. От всех регионов желаем побед! Команды России несемный привет! Это уже не первый пробег моржей. Зимой 2014-го они также добирались до Сочи. В Самару стартуют с Селькульского тракта. До этого разминка по городу. Пробежали от стадиона «Красная звезда» до Ленинградской площади. По дороге, ну так по дороге и происходит. Ножками-ножками происходит. Какие ощущения? Ощущения классные. У нас, в общем, пробег состоит из эстафетного бега, чередуя с велосипедистами. То есть расстояния большие, да, мы должны закрывать за день по 300-400 километров. Поэтому у нас чередуются велосипедисты и бегуны. Каждый берет свой отрезок 30-20-15 километров и закрывает его. Ну а пока самые отважные мячи бегут в Самару на матч нашей сборной с Уругваем. Остальные будут болеть за подопечных Санислава Черчесова уже сегодня. Как обычно, здесь, на Красной Звезде, будет организована трансляция на большом экране. Наши играют с Египтом. Начало в 12 часов. Приходите и болейте за наших. Татьяна Денисова, Сергей Никифоров, 12 канал. После реконструкции бульвар Победа соединит проспект Карла Маркса с Иртышской набережной двумя новыми дорогами. Сегодня об этом стало известно на градостроительном совете, который провела Майромска Оксана Фадина. Он прошел в новом формате и новом составе. Заседание было посвящено обсуждению шести проектов благоустройства общественных пространств, скверов, бульвару и парков. Напомню, их выбрали сами Амичи в рамках конкурса федеральной программы «Комфортная городская среда». Как отметила Оксана Фадина, все проекты в стадии реализации. Объявлены конкурсы на подрядчиков и в мэрии ждут подведения итогов торгов. Так, например, на бульваре Победы у цирка появятся гранитные сооружения, новое уличное освещение, тропинки вымастят булыжником, заработает новый фонтан. Вопрос вызвала реконструкция памятной стелы, но ремонтировать ее решено по отдельному проекту. Закончилось время, когда муниципальные служащие, государственные деятели, архитекторы, показывая пальцем на карту, говорят, что вот именно этому пространству развиваться. Время началось, когда сам житель определяет, где бы ему хотелось провести комфортно это время. Поэтому наша основная задача, в первую очередь, слышать наших граждан. Напомню, что в Омске к следующему лету благоустроят еще пять объектов. В центральном округе бульвар Мартынова, в Ленинском, таким станет парк семейного отдыха на Московке-2. Он расположится в границах Сибирского проспекта. В Октябрьском округе предстоит выполнить работы по благоустройству сквера ветеранов авиации «Крылатое братство» между Космическим проспектом и улицей Петра Осминина. Советский округ порадует мечей реконструированным проспектом культуры, а Кировский – сквером героев-авиаторов. Гагарина, Серебро и Градусы. Стало известно, какие звезды выступят перед мечами на день города 4 августа. Как сообщили в пресс-службе Минкульта, в начале года по решению главы региона из областного бюджета были выделены средства на проведение концертов. Всего будет две концертные площадки. Возле Арины Омск состоится музыкальная молодежная программа «Новая волна», где выступит группа «Серебро». Здесь установят современное музыкальное световое оборудование и один из самых больших видеоэкранов Сибири. В Омской крепости поздравлять горожан будут Полина Гагарина, а также группа «Градусы». Концерты завершатся грандиозным салютом. Лазерным и световым шоу началось торжественное празднование столетия Омского аграрного университета. Вековой юбилей отметили в концертном зале. Здесь собрались действующие преподаватели, студенты и ветераны. Омский аграрный университет входит в топ-100 лучших высших учебных заведений России и является кузницей кадров не только для Омского региона, но и всей страны. Черная фасоль для диабетиков и фиолетовая пшеница, полезная при малокровии, за столетнюю историю в Омском аграрном создали десятки уникальных разработок. Самое интересное сегодня показали первому заместителю министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, прибыл в регион с визитом. Он уже обсудил с главой региона посевную кампанию и отметил, что раз из-за погоды она стартовала позже, решение поменять структуру севооборот и вместо части культур посеять однолетнюю траву, чтобы избежать нехватки кормов, было правильным. В целом регион получил высокую оценку со стороны Метельхоза России. Это касается и экспортного потенциала, и семеноводства. Что же за чудо семена выводят в Омском аграрном, расскажет Тахмина Тенысова. Фасоль насыщена альфа-липоевой кислотой. Это жирорастворимый витамин, который используется при лечении печени, помогает вывести токсины, шлаки, желчь, а в некоторых случаях способна заменять инсулин диабетикам. И такая фасоль выросла на опытных полях Омского аграрного университета. Но не только она обогащена полезными веществами. Это фиолетово-зерная пшеница, тоже разработка омских специалистов. Она обладает антиоксидантными свойствами и в будущем также будет полезна для людей, страдающих малокровием. Это сорт с высоким содержанием антоциана, содержание цинка и железа. Потому что во многих регионах мира, особенно Ближний Восток, там дефицит цинка, железа, аномия. А люди бедные, они чем в основном питаются? Хлебом. Поэтому вот эта проблема, мы над ней работаем, мы уже создали сорта. И не только фиолетовую пшеницу создали в Омском аграрном университете, но и зерна, которые устойчивы к засухе, болезням, то есть с высоким уровнем иммунитета и мощной корневой системой. Есть и сорт, засеяв который лишь раз, урожай можно собирать еще лет семь. Это так называемая альтернативная пшеница, которую Амичи создали совместно с научным американским центром. И если на опытных полях университета пшеница апробацию прошла, то теперь она должна пройти и государственные испытания. Сегодня была демонстрация тех достижений научных, которые произведены на опытной площадке Омского государственного аграрного университета. Мы сегодня имеем десятки сортов, выведенных именно в Омгау, которые используются в Сибири, которые востребованы в северном Казахстане и также для центральной полосы России. Нам сегодня приятно было слушать наших уважаемых академиков, ученых, которые подтвердили, что они находятся в большом творческом процессе, что они принимают сегодняшний новый вызов по селекционным достижениям и стратегия развития изменения структуры севооборота региона и в целом Сибирского федерального округа, она будет связана прежде всего с новыми сортами, с культурами, которые будут востребованы не только на российском, но и на зарубежных рынках. Семеноводство не единственное направление, которым занимаются сотрудники Омского аграрного университета. Например, сейчас ученые проводят серию экспериментов, чтобы запатентовать свою разработку. Новый способ лечения ожогов с помощью гелевого бинта, который не требует перевязок. Кроме того, в день празднования столетия университета в его стенах открылась новая ветклиника, в которой студенты могут проходить не только производственную и научную практику, но и осваивать узкие специальности, например, УЗИ и рентгенография. Тахина Танисова и Павел Манджос, 12 канал. С подозрением на клещевый энцефалит госпитализировали девятерых омичей. Еще у 13 медики подозревают клещевой барелиоз. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Сейчас пик сезона. Клещи от них уже пострадали 2240 омичей. 815 из них — это дети. Притом, по статистике, каждый сотый клещ является переносчиком заболеваний. Тем не менее, в прошлом году паукообразные были активнее. В это же время от них пострадали на 300 человек больше. Добавлю, что в регионе обработано 1676 гектаров. Это места массового отдыха, парки, скверы и летнее здравительное учреждение. Уроки яхтинга от гуру парусного спорта в Черлаке открылся международный детский лагерь под руководством знаменитого капитана яхты «Сибирь» Сергея Щербакова. В программе гонка новичков, черлакская регата и даже виндсерфинг обучаться оверштагам. Это разновидность маневра на яхте. Сюда приехали полсотни ребят из Омска, районов области и Казахстана. В Павлодаре даже хотят открыть секции парусного спорта по примеру омских. Своя парусная школа или даже клуб могут появиться и в Черлаке. Есть омских яхтсменов и более смелые замыслы. В следующем году стартует масштабная экспедиция по маршруту Сибирь-Антарктида. Елена Смирнова прокатилась под парусом и узнала все о тонкостях водного спорта и грандиозных планах омских яхтсменов. Оптимисты, от красного до красного, пробный круг, потом скажу, что делать. В Черлакской акватории лучи, оптимисты и кадеты. Так называются классы яхт, которыми управляют начинающие мореплаватели. Иртыш на время стал ареной для гонки новичков. К слову, начинать проще всего с оптимиста, говорят спортсмены. Эта яхта легче, чем тот же луч. Площадь ее гафельного четырехугольного паруса меньше, чем треугольного бермудского. И кренит луч, соответственно, сильнее. Что нужно сделать, если яхта перевернулась? Как спасаться? Вот тут все привязано, чтобы не было. Просто, когда она перевернулась, ты же выпрыгиваешь сразу из нее, она перевернулась. Это царь, стоешь на нее, держишься за шверх, вставляешь сюда, в шертовой колодец. Вот так вот за него. Ее ты, ну, поднимаешь яхту. Потом вот эти черпаком. Черпываешься и все. Отрабатывать оверштаги, оверкили и фондервиды – это разновидности поворотов. Ребята здесь будут всю неделю до выходных. В программе также черлакская регата, победители которой примут участие во всероссийских гонках. Разгуляться позволяет акватория, и вполне возможно, что вскоре в Черлаке откроется собственный яхт-клуб или школа парусного спорта. У нас вот здесь замечательный эллинг, когда-то был, который водномоторная станция. Сейчас мы прорабатываем вопрос с собственником этого эллинга. У нас есть дети, которые занимаются судомоделизмом и готовы тоже обратить свое внимание и заниматься парусным спортом. Возможно, кто-то из тех ребят, кто сейчас только встает под парус, спустя год достанет к штурвалу легендарной Сибири, жемчужины или мечты. Мы, например, находимся на носу яхты мечтам. Должна сказать, что для человека неподготовленного даже забраться на яхту оказалось делом непростым. Так что, возможно, я здесь и останусь. Но омский экипаж на яхте Сибирь прибудет к Устью Айби, откуда на яхте уже сила Сибири отправится по уникальному маршруту первооткрывателя Антарктиды. Стартует двойная полярная экспедиция, посвященная открытию Антарктиды в следующем году. Соответствующая всем требованиям яхта уже куплена и сейчас находится в Средиземном море. К осенью доставят в Петербург или Калининград. Зимой судну предстоит реконструкция и подготовка. 28 января 2020 года омские мореплаватели планируют быть примерно в той же точке, куда 200 лет назад первыми в мире прибыли Лазарев и Белинсгаузен. Это очень масштабное, ну такое глобальное мероприятие, которого в жизни у меня не было. Экспедиция, первая экспедиция, открывшая Антарктиду, Лазарев и Белинсгаузен, она стартовала из Кронштадта. Мы собираемся стартовать первоначально из Кронштадта, но зайти сначала к нам в Сибирь. У нас получается два витка вокруг планеты, вокруг Северного полюса, вокруг Арктики и потом в меридиональном направлении к Антарктиде. После силы Сибири обойдет вокруг Антарктиды и вернется к Устью Аби. Финиширует грандиозная экспедиция осенью 2020-го. За все время их тьмены преодолеют 45 тысяч морских миль. Елена Смирнова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. У водителя с собачкой в Омске замечен необычный маршрутчик. Баранку микроавтобус Олег Попов крутит в компании той терьера по кличке Чарли Коллегович. Рулить собака не мешает, а спокойно сидит на подушке у ног хозяина. Не пугает пес и пассажиров, наоборот, задает настроение. В этом лично убедила съемочная группа 12-го канала. Почему в напарнике водитель маршрутки выбрал питомца и как организован их рабочий день, расскажет Юлия Думанова. В этой маршрутке сразу два пилота. За рулем Олег Попов. Не артист цирка, а водитель с 40-летним стажем. Рядом той терьер по кличке Чарлик Олегович 2. Отчество в честь хозяина. Цифра означает, что пес такой породы у мужчины второй. На работу вместе ходят каждый день. Вот уже полтора года. Все потому, что оставаться один дома, Чарлик отказывается. Песни поем, воем, лаем, гавкаем, соседям не даем житья. А детских садиков еще не придумали для собак. А если, допустим, какая-то собака зайдет с пассажиром? Ну, такого не было случая. Как-то мы расходили всегда миром. Ну, там бывает, гавкнут друг на друга. Ну, наверное, знакомятся. От вождения пес не отвлекает. У него свое место. Мягкая подушка, рядом стакан с водой. На маршруте эту парочку знают многие, а почти каждый рейс заканчивается объятиями. Чарлик Олегович легко идет на контакт с людьми. Пассажиры только рады. Вижу, не впервые ездила на любом маршруте. Если у вас на 63-м, мы раньше ездили. Пес спокойный. Очень положительное. Хорошо отнажився. Потому что животных надо любить и уважать. Кстати, в маршрутном такси действует акция. Для тех, кто пришел с угощением для Чарлика, проезд бесплатный. А любит пес семечки и куриное мясо. Чарлик, пока. В день у Олега Попова и пса Чарлика 4 рейса. 8 часов пути. После каждого 30 минут отдыха и прогулка. Рабочее время идет быстрее, когда верный друг рядом. Юлия Думанова и Владислав Осинцев, 12 канал. В Омске до конца года в эксплуатацию введут 9 долгостроев. Дольщики, которые годами ждут жилье, наконец, справят новоселье. Всего в регионе вложились в строительство. Но пока не въехали в собственные квартиры около 3 тысяч человек. Чтобы избежать банкротства и мошенничества в жилищном строительстве, либерал-демократы предлагают новую реформу. В чем она заключается, знает Владимир Мутовкин. Первое и самое главное в новой жилищной реформе ЛДПР – отказ от ипотеки и долевого строительства. Как временную схему софинансирования строительства жилья необходимо ввести институт жилищных кооперативов, уверены в партии. В советское время эта форма о предоставлении квартир себя зарекомендовала. Жильская – это лучшая форма, чем ипотека. Ибо вы сами организовываете кооператив, вы сами определяете строителя, вы сами документы выбираете. Это все-все. То есть надежно. Но и здесь мошенники влезли. Они отрезают кооператив на тысячу человек. Люди не знают никого. И получатся в партии ипотеку. Что дочь проигрывает, что пащет в кооператив. Кооперативы создавать по месту работы. Там, где вы друг друга знаете, и там жилье не пролезет. Еще одно предложение либерал-демократов – создание госпрограммы по возведению недорогих частных деревянных коттеджей. Объединить строительство, эксплуатацию и продажу жилья в одни руки государства. Давайте 100 метров квадратных деревянные дома, коттеджили массовое, массовое, оно будет дешевое. Если будут снова образованы домостроительные комбинаты. Это будет 300 тысяч стоит дом, 400 тысяч. И расстрочка на 10 лет. Владимир Жириновский предложил полностью ликвидировать управляющие компании. По мнению лидера либерал-демократов, в стране много частных коммунальных организаций, которые в полной мере не исполняют обязательства перед потребителями. А передать этот сектор экономики на контроль необходимо также государству. Владимир Мутовкин, Никита Смирнов, 12 канал. А сейчас время новостей спорта. И в студии появляется мой коллега Алексей Дареев. Привет, Алексей. Привет, Денис. Все внимание российских болельщиков сегодня приковано к второму матчу нашей сборной на чемпионате. Безусловно, именно от сегодняшнего поединка против египтян будет в значительной степени зависеть дальнейшая турнирная судьба россиян на Мундиале. Так что ждем встречи с Салахом и компанией, которая начнется, когда в Омске будет полночь. А тем временем следим за другими спортивными новостями. Субтитры создавал DimaTorzok Серебро взяли хозяева трассы, кормиловцы. Третье место досталось гонщикам из Тюкалинского района. Определились чемпионы Омской области по спортивно-прикладному собаководству. За награды соревнований боролись около трех десятков спортсменов вместе со своими верными четвероногими друзьями. В этом году выросло количество участников. Организаторы дали возможность попробовать свои силы не только взрослым, но и молодым спортсменам, и даже детям. Конечно, они проходили испытания по упрощенной программе. А самой юной участницей стала восьмилетняя Рената Ричапова, выступавшая с Шелти по кличке Бума. Чемпионом Омской области среди мужчин стал Сергей Бурим со своим верным малинуа Фаером. Второе место занял Иван Першин и его немецкая овчарка Бетти. Бронзу получили Иван Заславский и его немец Браун. У женщин не нашлось равных Марине Лебедевой и ее немецкой овчарке Рею. На пьедестал поднялись и еще две владелицы собак этой породы. Вторыми стали Жанна Капелюшок с Альмой, а третьими Юлия Горячева и Эльза. По словам руководителя областного центра спортивно-служебного собаководства Оксаны Раздорской, цитирую, соревнования прошли просто замечательно. Было очень интересно, все получили массу позитива. Конец цитаты. На улицах Омска появились эффектные баннеры с фотографиями юных спортсменов. А это значит, что и в нашем городе стартовал набирающий по всей стране обороты социальный проект «Герои с нашего двора». Одна из главных его задач – привлечь внимание детей к спорту и здоровому образу жизни. Началось новое движение год назад в Новосибирске, а в Омской области идею проекта «Герои с нашего двора» поддержал президент региональной федерации спортивной борьбы Юрий Крикуха. Яркие красочные баннеры с изображением юных героев омского спорта уже размещены на улицах нашего города, и их количество будет расти. Уже более 30 ребят приняли участие в фотосъемках и, по словам организаторов, это только начало. Сейчас запущена летняя серия, в которой участвуют представители летних видов спорта. Ближе к зиме будет готовиться серия зимних видов. И последнее стало известно расписание матчей хоккейного авангарда на Кубке губернатора Челябинской области. 14 августа в 20 часов по омскому времени ястребы сыграют с местным трактором. Днем позже, когда в Омске будет 16 часов, скрестят клюшки с уфимским салаватом Юлаевым. В это же время, в пятницу, в 17 августа, амичи проверят свои силы в поединке против Металурга из Магнитогорска. В субботу в 14 часов зрители в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова увидят матч за третье место, а в 18 часов по омскому времени матч за первое место, в котором, мы надеемся, сыграет авангард. Напомню, финальные соревнования королевы спорта пройдут в Крутинке с 5 по 8 июля, а 6 июля в пятницу не пропустите на 12-м канале торжественную церемонию открытия областной спартакиады. Это все, о чем сегодня успеваю рассказать. Любите спорт! Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. Подробный прогноз погоды на завтра уже через несколько минут. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица. Профнастил. Окна ПВХ. 999-222. Для борьбы с вредителями. Аллатар. Быстро действует и долго защищает. Аллатар. По здоровью есть вопросы. 48 38 38. Ходил раньше Денис из Крутинки за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцели, что и склад, и магазин. Здесь печенье-то пленка. Вум! Всего 70 рублей за килограмм. Вот это цены. Ассортимент какой. Все есть. От вилки до домкрата. В приложении Двагис вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте Двагис бесплатно. Возрастное ограничение 0+. Закончи ремонт за 30 рублей в день. 20 июня распродажа кредитов. Обнови интерьер с Банком Восточный. Я заказала окна в компании Евроокно Стандарт. Сделали качественно, быстро и недорого. Рекомендую. Окна, балконы, лоджии 700 007. Аренда офисных помещений в центре Носъездовской. Все включено. 37 05 37. Реализовать свои мечты, увидеть новые места, улучшить интерьер квартиры или сменить автомобиль, об этом задумывался, наверное, каждый из нас. Но, к сожалению, многих останавливает финансовый вопрос. Как найти решение, если речь идет о крупных суммах, узнаем в следующем сюжете. В Банк Восточный за оформлением кредита нередко обращаются люди с самыми разными потребностями. И иногда им требуются нестандартные суммы в 100-200 тысяч рублей, а значительно больше. В случае, когда есть необходимость даже в нескольких миллионах рублей, Банк Восточный предлагает кредит под залог недвижимости. Оказывается, сегодня квартира или загородный дом – это не просто стены и крыши над головой, но и способ сделать ремонт, сменить авто, съездить в путешествии или даже все это сразу. Максимальная сумма кредита, которую можно получить под залог в Банке Восточный, составляет 30 миллионов рублей. А ставка начинается от 9,9% годовых. Эти два фактора, плюс неограниченные возможности использования денежных средств, обеспечивают кредитную популярность. К тому же, получить денежные средства можно еще до окончания регистрации. А снятие происходит без комиссии. Реализовать свои мечты и планы сегодня, пожалуй, легче, чем когда-либо. Для этого достаточно всего лишь обратиться к тем, кто предоставит все необходимое. Например, в Банк Восточный за кредитом под залог недвижимости. Леана Шанина, Александр Саражин, 12 канал. И о погоде завтра, 20 июня, по области и в Омске. Применная облачность, местами возможен дождь. Ночью в районах столбики термометров покажут 8-11 градусов тепла. Днем поднимутся до плюс 19. В Омске ночью плюс 11-13, днем до 20 градусов тепла. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров артутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова